Ну видишь, неудача. Я попытался. Господь не принял эту... Сегодня какое число у нас? 17 июня 2018 год. Вот мы пришли навестить сестру нашу Астасию болеющую. Тебе надо хоть иконку какую-нибудь? Там целитель Пантелеймон висит на входе. Здесь вон Святой Бухарь. А, вон он, да. Вот тебе настоящую икону. У меня машинная для тебя. Ну-ка покажи. Владимирская икона простая. Богоматерь с младенцем. Мне сестрам подарили, принесли. Сказали от какого-то брата. Я поэтому молюсь на цветы. Для меня там Господь. Потому что это любовь Божия. А с этой иконой два раза уберегся я на машине? Ездил и терял это самое? Рукоделие пытаюсь сделать. Пока силов не хватат. Да ты сама сейчас делаешь? Сама делаю. Ну, по крайней мере, пытаюсь. Маленечко сил не достает. Протыкать, да? Прошивать веселинку. У меня сейчас насчет сил тяжело на огороде с Мариной. Сейчас Марина начинает работать. А это, знаете, для чего его ставить? Это физерствор. Чисто поддержать. Место питания, да? Да. У меня сейчас асцит. Живот раздувается. И чтобы воду в организме удержать, чтобы тут не раздувалось лишний раз, чтобы она где нужна была. Вот они и капают. Ну, плюс желтуху промывают. Слава Христу! Ну, это у тебя механическая желтуха, да? Да. Там клетки опухоли забили проток желчный. Ну, тоже то, что у меня было. Ну, вот то, что сегодня УЗИ показало. Господи, слава тебе. Проток маленько сузился. То есть, когда он расширен, значит, желчный проходит. Сузился, он начал проходить. То есть, или клетки опухоли ушли. Что фантастика. Но у Бога ничего невозможного нет. Ну, а как же Бог? Господь творит такие чудеса, что иногда поражаешься. Интересно так. Молюсь о всех наших потеряевке, о батюшке, молюсь. О плохо себя чувствую. Раз, молилась, молилась за слово. И вижу, вот как будто батюшка стоит возле окна. Чего лежишь? Пошли молиться. Я подскочила. Туда, как ну кинулся. Оттуда меня так ходит. А батюшка-то в потеряевке. А так радостно на сердце, что... Видать, он в этот момент молился, и вот две души встретились. Такая радость, такая счастье. Ночью в два часа ангел будет. Молиться пошли. Молюсь свою. Чувствую, как будто рядом выдачи тихо ночи. Стоит молиться, молится так же. Сколько радости. Вчера, как сказали вот про эту манипуляцию. Может, конечно, сразу мандараш. Надо же себе маленечко пожалеть. Это всегда у нас у женщины слезы. Мукрая мести. Я спорю такую. Опять колось. Опять болеть. А потом боль. Это же хорошо. Значит, Господь близко ко мне. Боль, значит, еще живая. Уже безбожники так говорят. Не то, что она верующим. Такое счастье даже. Как сразу успокоилась все уже. Сохнет во рту. Я так и обрадовалась. Сижу. У меня внутрица сидела. Улыбалась. Вот такая, знаешь, пасхальная радость. Что Господь рядом. Господь близко. Молиться начинаю. Здесь это. Все, все, все у меня перед глазами проходит. Цветок. Этот цветок, он подарок. От всех. Получается. Сколько Господь людей вокруг меня собрал. Это же диво-диво. Чудно-чудно. Да, в общем, это великое благо. В общем, от слова общения. Имейте ли это общение друг с другом? Не знаю. Сколько Господь. С верующими не общаешься, но не хватает и все общения. С безбожниками не о чем даже говорить. Господь столько сердца в едином. Это же, Господи, это чудо удивительное. И чувствуется молитва каждого. Марина написала одна слова. Помнишь, это от Рыбникова-то? Юно на авось. И там, это вместо флейты поднимем фляги. Такое, чтобы смелее жилось. И Марина слова переделала на эту же тему. И там, нас таких разных мужчин и женщин объединяет Христос. Нас мало, и нас все меньше, но самое главное, мы не врозь. Нас таких разных мужчин и женщин объединяет Христос. Объединяет Христос. Нашла же, да? Я что-то не слышал, чтобы в этой песне... А это не поется, потому что она такая эмоциональная, что ее надо петь только мне, наверное. Ну, тебе можно еще. Может быть. Надо тут, видишь, это... Это же как бы гибнет корабль. Все гибнет там, у них дело это. И вот они последние там отдают свои силы уже. Ну, безбожники, что говорить. Хотя там упоминается Бог. То есть, как бы они молятся, а мы-то тут о другом делаем. Тут духовная радость должна быть. Потому что это... Ну, допустим, тебе хорошо, слава Богу. Помолились, слава Богу. Но тебе плохо. Ну, слава Богу, встретимся. То есть... Ничего не теряют. Все, слава Богу. Даже, знаешь, даже где-то, может быть, там, глубоко в душе такой белой завистью завидуешь. Человек уже сейчас предстанет перед Христом, а тут еще мучатся пенсии всякие. И тут... Родные говорят, ну, как же так. Ну, ты моли Господу, Он же тебе тогда время-то дал, может, сейчас еще даст. Я говорю, зачем? Я говорю, зачем? Господь во власти своей сделать все. Ну, столько Он мне уже дал, что даже... Уже стыдно просить даже. Он детям десять лет дал. Ведь дети могли сиротами остаться еще раз раньше. А сейчас интересно, как дети приходят, и вот не сговариваясь, что Йеня, что Ваня. Видать, у них духовные разговоры пошли между собой все-таки. Ваня говорит, мама говорит, так интересно. Я, говорит, начал замечать, что сатана ко мне подходит. Я, говорит, научился это различать. Я говорю, как? Ну, смотри, в WhatsApp общаюсь с друзьями. Раз кто-то выскочит, друг какого-то друга меня перекинет. И этот человек привяжется, начинает, Ваня, ты такой умный, ты такой красивый, Брось ты эту веру, говорит, что попало, придумал. Я в раз сразу удаляю. Только этот удалится. Вдруг с которым столько... Чуть ли не у детского сада не ходили. Слушай, в 1 класса общались. Тут подходят, начинают. Да вот, вам голову заморочили, да вы в своей ерунде. Я ему попытался раз объяснить, два объяснить. Он не понимает. Я с ним расстался. В родственнике. Он говорит, так интересно. Да, у тебя такие, я вижу, ребята, ты таких странно воспитала. У них все друзья. Я нафига, я сколько раз говорил. Ну, нет у этого подруг, запомни. А я вот с подругой. А вот я со старшей подругой. Какой старшей подругой? А вот она на 2 курса старше меня. Подруга. Вот я ей там отдала кусок курицы. Ее там отдала яблоко, апельсин там отдала. Я говорю, что ты туда кормить что ли ходишь? Этих подруг. Я говорю, а знаешь сколько их будет, пока ты их будешь платить? Этих друзей и подруг. Я говорю, у тебя только есть друзья и подруги в общине нашей. Вот я тебе друг, вот тетя Марина тебе друг. Вот там вот, придешь там, наши твои сестры младшие, они тебе друзья и подруги. Я говорю, а там нету никого. Что они верующие? Бога, нет. Какие они те друзья? И Ваня тоже самое. С Ваней я беседу вел. Тоже. У него тоже. А вот мой друг. А вот мой друг там, я вижу у него кроссовки и говорю, откуда ты взял? А он говорит, да вот там зря что ли там эти валяются пьяные. Я говорю, вот это друг он. Ну это не то, что друг. Сам же понял, что сказал. Понимаешь, пьяного разу друг. И что тебе такие друзья нужны? Первый псалом, он как раз относится к детям, к становлению характера человека, который идет ко Христу. То есть к детям, к тем людям, которые обратились ко Христу. Блажен муж и жене и насовет нечестивых. И не сидит в собрании развратителей. И туда нога его не ступает. А ты... И первое, что Серах говорит. Сын мой, если позовет тебя кто-то и скажет, пойдем на дорогу. Будем отнимать то, что там люди проходят. И будет у нас склад один. И будем мы петь и веселиться. Не ходи такой. Ибо ноги их быстрые на пролитие крови. А ты не будь таковым. Пускай у тебя ноги будут быстрые на благовестие. Ну вот они, что сказать. Но они еще со стороны не видели. Они не были грешниками. Поэтому они мир воспринимают, как щенки, которые прыгают радостно и думают, что нету ям никаких, нету волков, нету других кобелей, которые их покусают. Ну видишь, они начали уже чувствовать. Иваня вот так через своих друзей... У него никого не будет друзей. И ты ему так и скажи. Он это поймет. Он это поймет. Потому что он понимает. Янафа тоже интересно подходит. Говорит. Мама так интересно. Говорит. Я начала замечать, что нас зомбируют какие-то. Я говорю с мыслью. А вот говорят и все на одну тему. На одну тему. Как будто навязывают это. Навязывают. Ну конечно. Почему нам не дают высказать свое мнение? Они, говорит, и не хотят. Нет конечно. Не хотят. Им. Нашим девчонкам, с которыми я учусь, им удобно. Они не хотят. Тогда у них и нет ничего. Выкачутесь. Говорит. Ну какие-то странные по сравнению с ними. Я говорю. Ну вы нормальные. Мы видим, что там травка растет. Что там птичка пролетела. Аня. Ах. Ты какая-то дура. Замечай всякую ерунду. Аватурт. Плошебник. Ха-ха-ха. Я говорю. Да ерунда это все. Плошебники. Вообще там ничего нету. Несторка прислал смс-ку. Мама. Я за вас. За всю нашу семью. Молюсь. Каждый день и вечер. А. Каждый день и ночь написал. Слава Христу. Молится. И Хросинка молчит. Вот поросеночек. Вот кого гонять надо. Да. Тут мне Еня звонила. Три или четыре назад. Просила. Я говорю. Купил оверлок. Увести. А потом на этот день звонит. Что-то у нее там не срослось. Поблагодарила. Что не отказал. Ну уточню. У нее что там не срослось. А то она вот так хотела этот эллирук. А в этот Павловск на машине обязательно ехать? Или может быть на автобусе проще? Ну дело в том что туда ходят маршрутки и они как-то ходят по времени. Каждые полчаса или часа. Я не знаю. Маршрутка приезжает на вокзал. Оттуда ты все должен ждать какого-то автобуса. Я просто не знаю этот маршрут. Там наверное полоски наверное. Ездили только чисто на автобусе ездили. Ну потом приходилось пересаживаться на такси. Потому что мы не могли найти где это. Училище это? Ну да там же он в Павловск весь частный сектор. Ты помнишь Павловск? Мы там были на многовестей. Помню. Ну сколько. Машин 14 у нас было. Или мы правильно по всем улицам разъехались. Мы там были в каком-то бару. Нас очень далеко. Надо главное чтобы было на общежитие. Насчет общежития. Там рядом буквально забор за гор. К этому колледжу подходит церковь. Может зайти туда на церковь спросить. Может кто-то сдает эти квартиры за верующие. Да конечно. Батюшка посоветовался. Конечно. Ради этого можно было съездить конечно. На машине. Познакомиться даже с верующими. Взять с собой Евангелие. Господь кого найдет. Господь так интересно делает. Все вовремя. А я так с Татьяной Павловной познакомился в Тогуле. Приехал в церковь. Молился. У меня с собой Евангелие были. Потом вышел. Начал там сестрам раздавать. А они и ты откуда такой. Я говорю. Да вот в тайге тут работаю. И все. И тут же прям она меня. Ну пойдем в гости. Разговаривали. И все. Прям в гости пошли. Я там иду беседую с бабушкой. И все. Она такая. Ну я глаза такие. Евангелие как раз раздаю. Она так удивилась. Первый раз увидала. Как верующие такие. Ну она. Ты какой-то. Какой-то. Ты женщин не любишь что ли. Я вот не могу как-то все понять. Она думала сначала что ей натихнуть. Что это такой женоненавистник. Потом приехала с ним. Познакомилась. Оторвать нельзя. Была ты не. Так что. Там верующих. Вполне. Мне. Так я церковь как искал. Просто к бабушке какой-то подошел. Говорю. Мне бы надо церковь найти здесь. Где молятся. Она. Это надо тебе к Сидоровне. А где это Сидорово? Да там-то. Пешком. Не меньше чем Павловск. Ну километрами напиливаешь там. Ходишь. Ну да. Там вроде город небольшой. А транспорт не ходит как в Барнауле. Нет. Не ходит. Лучше. Удобнее на машине. Тогда по этому наверное поехать. Быстрее. Ну а это насчет бензина. Там уже тебе рекомпенсируют. Так что. Ничего. Тут недалеко. Ну сто километров не так далеко. Да. Меньше там. Туда обратно сто. А. Туда обратно сто даже. А. Понятно. Может сто двадцать. Ну вот. Мы туда ездили. Господь бы всего время делал. Два года назад я еще был в Сильто. Съездили с ним. Вот. И мы там более-менее разведали. Хотели в прошлом году. Но в прошлом году. Господь не позволил. А когда вы поедете? Может быть я бы подключился бы тоже съездил? Ну. Теоретически как только ему выдадут аттестат. На следующий день он уже может ехать. То есть все документы у него готовы. Все документы у него готовы. Только надо созвониться сначала конкретно. Туда поехать уже по нему. Чтобы там приняли. Чтобы это был приемный день. И надо съездить подать документы. И договориться насчет жилья. Да. И фильтрануть жилье. Фильтрануть пока. Во-первых Нину Александровну побеспокоить надо. Она говорит там кто-то знакомый. Прямо если есть адрес. Это по телефону. Да. Конечно по телефону. Ей же это. Ну и для просто как запаса или как подстраховки. Подать на несколько направлений документы. Там это сейчас разрешается. Мы с Енафой подали на несколько направлений. Ну получилось это. Но она довольна. Господь так сделал. Ей понравился. Приходит. Щебечет. Вот это я сшила. Вот это я сшила. Я сама сшила. Я говорю слава Господу. Сама. А я ей выговорил. Она говорит. Мы помолитесь. Мы женские брюки шьем. Я говорю. Я помолюсь. Чтобы Господь что-нибудь на другое набрал. Зачем эту мерзость страчить то. Он заставляет. Они говорит. А мы все возмущались. Зачем нам нужны женские брюки шить. Когда мужские гораздо сложнее. И гораздо интереснее. Но нас заставляют. А женские уже там ширинки нету. Там много чего нету. Да? Как они? Там внутренний шов по-другому делается. Ширинка она не. Ширинка она не. Ну женские они же. Ширинка она тоже есть. Нет. Я имею ввиду гульфик у женщин не вышивает. А у мужчин там. Короче говоря там такие заморочки. Она мне объясняла. Я после этого сказала. Да. А я говорю. Тоже шить умею. Секлодержателем. Иголкой. Он говорит. Мама. Уже все. Мама не котируется. Ученик стал выше учителя своего. Ну я тоже. Сегодня как раз это разбирали у нас. Послание к евреям. Так. А Фрося то у тебя что закончила? Или она сейчас. Она с восьмого перешла в девятый. С восьмого девятый еще. Она хочет или врачом стать. Или медсестрой. Так. Леновато она для этого дела. Там бегать надо. Вот они как бегают тут. Даже мальчики. А Фрося. Ей надо. Но она может быть будет. В ночной. Где нибудь в аптеке. Сидеть или лекарства. В ночной медсестрой. Почему? Ей можно в аптеку с ней пойти. Там сидишь. В одно место точку смотришь. Долго. Потом. Так головку в то же место. И все. Пойдет. Ну посмотрим. Разберемся. Потому что она войдет во вкус. Да или не то разгонит мало. Ну может быть. Значит барокамера у тебя да? Еще. Хорошо. Барокамера сил дает. Вот. Что это такое себе представляет? Туда. Бочка. Вроде как бути-скаф. А ты доложишься. Красивая да? Штука. Да. Закрывает тебя. И начинается нагнетать кислород. И вот как в самолетах уши закладывает. Переподает давление. Да. Я ищу. Шишешь. Эту слюну нету. Ее. Сглатывать то надо. Но. Там хорошо так делают. Видать на мое состояние скидку делают. Что недолго это состояние проходит. Потом. Я как традиционно засыпаю. Ага. Посыпаю. Что самое интересное. Когда они давление уже начинают сбрасывать. Снова. И сколько это? Час. Час да? Угу. Оно дает энергию. Вот именно силу. Это насыщение кислородом что-то идет? Да. Да. То есть вся кровь насыщена кислородом. Кислород проникает к мозгу самое главное. Я приехала когда сюда. У меня руки и ноги так тряслись. Сейчас этого нет. Это первое. Это Виктор Андреевич. Спасибо. Он настаивает. Потому что что так. Говорит. Сказали что в твоем лечении это не нужно. Ну. Ведь с чего? Почему нет? Про свету так. Сузились? Ну конечно. Вот на одном этом я лежала в прошлый раз. Ничего не сузилось. И цвет наоборот нарастал. Несмотря на ту же самую терапию. Ну да. У тебя цвет сереет. Явно что. Не такой. Не лимонный цвет. Уже руки почти остались. Вот сейчас сколько я сижу. Сколько я сижу. У тебя начал со лба пропадать. И со щек уходят. Да. По фотографии. Ну губы нормальные такие вот. А я себя не замечал. Когда я пожелтел. Виктор Андреевич приехал. Когда на пятый день я начал желтеть. Я посмотрел. У меня моча. Такого цвета. Прям. Как лимон. Даже хуже. С таким. С ржавчиной какой-то. Я такой смотрю. Еще. Пописывал. Голова не соображает. Думаю. Странный такой цвет. Как будто пережженный сахар. Думаю. Никогда такого не было. А он приехал. Говорит. Говорит. У тебя что? Как у тебя? Я говорю. У меня моча цвета. Он говорит. Да ты сам лимонный стал. Я говорю. Да как лимонный? Нет. Марина. Ну-ка скажи ему. Марина смотрит. Говорит. Да. Ты желтый. А я подхожу к зеркалу. Смотрю. Я не замечаю что я желтый. Он говорит. У тебя и глаза желтые. Я туда смотрю. Не вижу ничего. У меня сейчас внутри белки просветлели. Ну да. У тебя. Ну желтоватые. Желтоватые еще. А они были прям темные. Да. Ну-ка пока открой. Вот так вот. Да. Это знаешь. Когда это самое. Делали. Прокладывали. Не Суэцкий канал. Это. Панамский канал. Когда прокладывали. То там вот это холеру занесли. Вот такие комары. Малерею. Малерею. Да. И вот показывают. Вот у них глаза прям вот. Желтые. Желтые. Вот такие. Людей. И причем интересно. Их ложили в такие чистые помещения людей. Когда они заболевали. И открывали окна настиж. И комарики. Туда. Сюда летают. Кусают их. Тут же разносят всю эту холеру. И смотрят. Их наоборот. Такие условия определили. Они еще больше умирают. И потом уже только через 30 лет там. Английский доктор догадался. Говорит. Вот эти вот. Ну. Летающие насекомые. Вот они может быть они что-то. А тогда же не было вирусного. Ничего. И вот он. Давайте говорит их разгонять. Начали их разгонять. Закрывать все. Москитной этой сеткой все отгораживать. И раз люди пошли на поправку. И поняли тогда, что надо бороться с комаром. Еще не поняли, что они вирус переносят. И так далее. Но комар плохой. Думали там, что это болотное испарение сначала. Очень интересно смотреть за этим всем. Но если сам попадешь, конечно не интересно. И надо же спасение в чем. Кора хинового кустарника этого. Хинина. Кору сдирают. Ее жуют. И человек начинает выздоравливать. Здрасте, да? Вообще невероятно. Как нашли, да? Ну это скорее всего через каких-то индейцев. Они подсказали уже кому-то. А европеец, конечно, себе Нобелевскую премию выписал. Как евреи делают. Садятся на шею какому-нибудь умному русскому. Все евреи умные сейчас. А тебе тут что-то откачивали жидкость? Да. Три литра скачали, потому что у меня животное такое было, как у беременной. Огромное. Я ни есть, ни пить не могла ничего. Я только вот так вот ходила. Ну мне откачали три литра, сказали больше не надо. Но вот у меня сейчас оно отходит со мной. То есть оно у меня уже вот таким не становится. Было как-то пятое месяце беременной. Ну а сейчас оно мягенькое. Матрас тебе, наверное, надо понадобиться? Я как-то к этому привыкла. Пролежней нет у тебя? Нет. А тут еще матрас есть? Мягенькая, мягенькая. А будет твердый, твердый. Тут матрас этот специальный, ортопедический. Да нет, слышь какие музыкальные эти кровати. Когда переворачиваешься? Просто встаешь. Да ты че? Пружины все расстроилась. А, пружины. Угу. 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 А ты эти дни, Настя, вставала? Пыталась. Пыталась? Не получалось? Ну а я встану, пройдусь немножко. А, все-таки. Многие сразу оттекнут. Знаешь, хорошие губочки там такие симпатичные. Я даже носки надеть не могу. Слушай, настолько оттекает. Оттекает, да. Ага. Я встану, сяду, раз, отключилась. Вивлю, слушаю, столкование по филхологу болгарского. Слушай, слушаю, чувствую, отключаюсь, выключу. Все готово. Я больше спала, чем ходила, ела. Ну, у меня тоже самое. Силы у меня были такие. У меня тоже самое. Ну, у меня перед тем, как я пожелтел, правда, это два дня колбасила, называют. Сегодня 8 занятия будут, если силы будут. Видите, Савченко ведет. Не получится. У тебя процедуры, наверное, будут какие-то. Да. Мне поставят укол снотворный. Ну, тон плюс есть, что я уже от одного обезболивающего ушла. То есть мне три раза в день наркотики ставят, потому что боли-боли сильные, хорошие. Сейчас мне ставят наркотики только два раза в день. Посмотрим, как дальше. Теоретически, пока по самочувствию, я могу отказаться еще от одного, но я сперва начну есть. Потом посмотрим, как будет работать это все. Виктор Андреевич, слава Тебя, Господи, молодец. Я так и говорю, вам прямо охраните. Записывает меня в этом приемном покое. Спрашивает имя, фамилия, имя, отчество. Дробот Анастасия Викторовна. Я говорю, Виктор Андреевич, вы меня усыновили. Дочередь. А ты не Виктор Андреевич? А я Валерьевна. А у тебя все равно папки уже нет? Нет, папа живой. А мама все умерла, да? Да. Папа еще умерла. Папа-то что с тобой? Звонит? Нет, он из офицеров. Он звонит, живая, живая. Ну все хорошо. Трубку передает другим. Молчина. Ой. У меня такой же, хоть и не офицер. Юля в субботе нас спрашивала, как там Настенька в скайпе. Я, наверное, дня два в скайпе не могла выйти вообще. Не могла так. Раз, раз, насыпая. Сил не было, да? Сил не было вообще. Ну ладно, ничего, сейчас. Ты уже столько тут с нами была, что ничего, мы тебя помним. Главное, если выздоровеешь, это Аллилуйя Господу наше. Ну там будет у тебя все скайп, все будет. Еще на огородики походишь, попинаешь одуванчики. Мы же, говорю, христиане, для нас любой исход. С благости на радости. Ну, конечно, Господу Христову будешь. Так иногда плохо. Так у кого-то чувство. Вот ты прижался, прижался к моему ногам. И стоишь и плачешь, как ты от Марии и Авдалины. И так сразу легко на душу. И так сразу светло. Успокоишься, лег за сном. Вот знаешь еще, как интересно. Сатана подходит. Начинаешь засыпать. И вот сняться вот образа, что люди двигаются, идут спиной ко мне. Ну вот засыпаешь. А тут люди раз, поворачиваются и рожи корчат. Я раз встаю, сразу молит. Помолилась, все нормально, это отходит. То есть вот он везде сейчас, вот везде лезет. Бьется по всем сторонам. Через родных, через родственников, через знакомых. Мне Господь такую силу дает, что ее как-то мимо меня проходит. Не касается, не чувствую. Наоборот радуюсь. Меня кто-то там нехорошо позвал по ЦАПу. А я сижу радуюсь, говорю, славьте Господь, спасите Господь. Господь хороший мой. За человека, за толпу молилась. Сас так легко, легко. Ах люди злобные-то, ой-ой-ой. Я там вышел что-то и посмотреть там на Никиту, там такое написано, что Никита убежал от лжестарца. Ох. Ну. Сейчас прибегут. Укулечки мне тут где-то лежат, поставят. И пошло там, вот это, как выглядела там лента целая. И там натигнутся. А это вызов медсестре, да? Думаю, сколько же, думаю, сколько же у людей злобы. А, это там, это. И главное, хоть бы знали его. Пока не придет. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Ага. 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 Сыровка. Сейчас. Сыровка будет. Сыровка. Еще? Еще поставят, да? Сыровка. 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 Помогите, Господи. Сыровка. Слава Богу. Аппетит то есть? Кушать не хочется? Нет? Да, она же говорит, что нет. Кушать не хочется. Не надо везти еще. Не надо везти. Да, я не могу. Все могу предприятия. Я хочу помочь. Я помогаю Господу, за всех, всех, которые молятся, за даботы. Молитву царятого честного. Как они не держат, да? Да. Всё. Да, кушать, да. Нет, ничего. Слава Богу. Да. Иди, пожалуйста. Укульчики стягу одни. Ой, золотой. Таня, золотой. Таня, золотой. Удачными. Таня, золотой. Пришел цикл. Продолжение следует... 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 Ясно, что ты не просто так подходишь, а во всеоружии. И батюшка тебя хорошо знает, батюшка родной, любимый, да и мы тоже немножко, как говорится, пособим, пособим, уж не оставим, даже, может быть, это самое, лучше будет, ты-то за детишек, как говорится, горой, там, где-то там их грехи стараешься почистить, вроде упал обороженка, да ничего-ничего, там, камушки ухим сейчас. А тут-то уж обличим, как говорится, не за грех, а за совесть. Вам, господин Андреев, все это поменять? Ну, с Андреем другой уже разговор. Невозможно тому, кто один раз испытал благодать без кожи. У нас Миша опять упал. Хоряковцы. Видишь, Миша по-польшому поползнулся опять. Два голубя подохли. Видишь, какой змея. И сегодня, кто же, Лена, по-моему, заметила, говорит, каждый год, 15-го ноября, он попадает в этот грех пьянства. Может, ему 15-го как-то, это, особую охрану на следующий год ему приковать его в батарею или что, я не знаю. Что-то случилось в 15-го ноября ему. Ну, может быть. Мрад, это такой грех, который ловить очень сложно. Сейчас везде она родимая. Просто шаг сделал, вот с улицы, хоп, и вот ты взял ее и готова. И через 5 минут ты уже никакой. Ну, я вот подъезжаю к магниту, там у нас эта запаха, пиво продают. И мужики туда сейчас ныряют, вот там подъезжают машины за машиной, и с такими пузырями оттуда все тянут, тянут. Мне это пиво на дух не нужно. Вот, к примеру, не то, что я там верующий, там неверующий, я и неверующим был, я бы не пил. А сейчас, тем более, я понимаю, что это такое. Пиво, 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 вот все. Какой грех, не даром. Златоуст, вот иногда я выбираю проповедь златоуста, и смотрю там, опять о винопитии, опять о винопитии. Винопитие, пьяница, пьяница, винопитие, сластолюбие опять к винопитию. Думаю, да что я столько читаю про винопитие. Не буду читать. А вот он такой, подожди, Миша будет. И я читаю, читаю, обращаю к нему эту проповедь. Ну и к себе тоже, конечно, что ты что, на Мишу-то себе не кивай, а вдруг поползи, на меня не будет. Я тоже, Господи, помилую. Пускай в такой паре все у меня остается. Брат бы услышал, услышал, о чем говорил здесь. Пророк святой. И раз его вчера нету, у меня так уже червячок, сомнения в сердце. А сегодня все, витамин езжет. Опять он попал. Я к нему ездить-то боюсь. Ну, с Сергеем они раз тоже съездили. Я носил в убоги и унес от любви. Он в бороду вцепился. Он с сестрами не так, он с сестрами как-то... А меня прям как-то зацепил в борне. Больно? Да не в этом дело, больно за брата. Ага. Если бы он сказал, давайте я выдеру бороду, я больше пить не буду. На поле поставили. А где далеко у вас? Нет. Там же? Да. Не торопись. А здесь ты съемки не делал? Делал. Делал. Она сейчас идет, уже 44 минуты. Нет, я имею ввиду, вот это не показывал здесь. Все. А тут не показывал, да? Показал, все. Иконы показал, да. Все тут хорошо. Картины покажи, кто-то побольше. Я сначала на кресло посмотрел. То ли в муке, или в краске. Это просто выширканная, да? Белая. Ну, это не кожаная, кожа замените. Ну, хорошая вот. Не, хорошо сделали в больнице. Тут, смотри, вот. Да что ты говоришь? Зима. Шикарность. Осень. Опять. Зима. Не, ну так как у нас Сибирь, что он... А вот это лето. Вот он, вот. Вот пальмы. Это все не наше растение. У нас таких не бывает. Кстати, нам с тобой уже надо пить пить. Потому что два часа закончилось, все. И нас могут с тобой о ней сказать. Ну да. Будем прощаться сейчас. Да, уже в половину. Вот так вот. Ну что, вот видишь, Лена сказала, что сестра была очень плохая. Мы сейчас пришли на нормальный, подвижный. Слава богу. Еще живет. Каждый день нам нужен. Такое интересное растение. Сегментами растет. Типа волнук, что-то такое. Декоративное. Господь как сделал. Глядя, вот интересно, я все время думал, вот что бы было, если бы царя не свергли. Вот такие больницы были бы или нет у нас? Или надо было обязательно убрать царя, чтобы начались строительства вот таких шикарных больниц. Раньше же тоже болели. Помнишь? Иоанн Кронштадтский. Больница у него была. Трудовой дом. Был. Трудовая коммуна. Иоанн Кронштадтского. Я вопросы себе иногда задаю. Что было бы, если бы царя-батюшка не свергли? Такие бы шикарные больницы строили? Может быть, раньше еще построили бы? Как бы капитализм повлиял? Не было бы этой революции. Но Господь все-таки делает то, что сделал. Оттуда американцы отпустили эти капиталисты и начали платить. Глядишь, через них, может, на нас перейдет это. Сейчас же слышала с пенсиями, что делается. Увеличение пенсии одновременно будет увеличивать и саму пенсию. Но, оказывается, будут увеличивать тем пенсионерам, которые не работают. А ведь у нас еще не женские женщины. А женщины вообще... У меня мама, возьми, она есть 75, она на огороде до сих пор пашет. Ну, участок она, не очень. А так, на огороде. А огород это самое сложное, что есть. И копает, и там садит все, и что-то там пропалывает. Это тебе не в офисе где-то сидеть. Марина, она сейчас у меня начала садить. Слава тебе, Господи. Так она сильно так помогает. Я вот тут накопался, а там малину всю убрали, пересадили аккуратными рядками. Там пропололи земляничная полянка. Земляника полезла, такие цветы на ней сразу. Она была такая низкая. Там коряненькая что-то все. Там 2-3 цветочка. А сейчас полностью, везде, все зацвело. Ну, так она сама смотрит, говорит, ой, какой у нас огородик ты хороший. Там грядочка морковки, тут свеколки, тут зелень всякая, тут помидорчики, огурчики. Теперь надо, чтобы все выросло. Там кабачки, еще тыквы надо посадить. Так вы еще не садили, представляете. Тебя тоже все посадили. Ну, говорят, все. Ну, тебе... Приедем и проверим. Тебе? Ну, почему? Что будет только? Да. Тем более, тебе как-то бы что-то есть сложно. Угу. Да ну и... Слава Богу. Тебе сажают. Что посадят? Ладно, раз не получится, два не получится. Пусть опыт на работе. Да они у тебя, слава Богу, уже подросли. Господь дал тебе время. Ну, все большие уже. Ваня уже понятно, как, что за человек растет. Еня тоже уже понятно. Ну, Фроси еще не очень, с ней старая. Но все-таки будут смотреть на старших, глядейших. Не в плохой компании пока находятся. Так что, да и тебе он сколько еще дает, и дает Господь. Я говорю, каждый день наш. Каждый день наш. А еще у меня сверх всего еще год там. Ну да, помоги Господи. На следующий раз пойдем, у тебя и желтизны уже не будет. Можно, и бегайте. Ну ладно, руки-то уже все, розовенькие. Ну да. Да бегать тебе не надо. Хотя бы ходи просто твердой походкой. Все, смотри. Видишь? Пошло. Чуть-чуть, и оно раздулось. Вот так вот, такие вот движения делают. Так на пяточку ставь. Потихонечку. Да, найдется. Поднять от него все. Лягу. Ну это обычно вот на дивану так ложишься и сюда идут. Если задираешь, то она отходит вода, да? Да, причем очень быстро отходит. Вот это вот, интересно. Родинка, не родинка, болячка, не болячка. Арина, не коврей. Просто вспоминаешь, что мне... Лишние тебе зачем нужны? Когда-то лет 5, что ли, 6 назад у меня тут клещ сидел. Ага. Поэтому память осталась. Мне все хочется потрогать. Ну у нас собак клещи укусили. Два карамельку, один вот. Джейску. Джейску прям под хвостик. Напился там такой. Я ее за хвостик взял, потянул. Думаю, что там такое? Перевернул ее. Смотрю, клещ прям в жопке сидит. А карамельки под мышками два. А я их отпустил погулять за городом немножко. А там суха стоит. Ее видать как раз нахватались. А у них бывает что-то? Да. Вот такая же наподобие малярии. Как вы видите, что желтеет начинать сразу в клинику. Собака тоже пожелтеет? Да, да. Я прочем говорю, что я встречалась с собаками с желтухом. Настолько желтуха у них раздражает, зуд, что собака может лапку сгрызть. Вот у меня тут такая собачка была. Мы ее лечили параллельно и там, и там. Ну сколько раз у нас там что было с этими, с нашими котами? Сколько раз ты говорила там, как лечили? Все время. Это 100% результат. Все время. Тогда там после родов там кошечка была, потом там и еще что-то заболело. Ну ты уколы говоришь, какие ставить? Я сбегаю, возьму этого, все намешаю, поставлю. Ты показала, как ставить? Чик, нормально, все. Выздоравливает. На вот это, с этой трясла головкой кошечка или котик. Она сейчас очнет, сейчас все нормально. Ну она сейчас летом прогуляет, восстановится. Башку видать ударилась. Да. Она такая активная, челюстью была. Это не более инотикно, чик, где там бегать. Это не здесь. Она пока бы убежала, устала уже, остановилась на середине пути. А там не успела разбежаться башкой. То об стенку, то об печку. Ну что, келья старца есть келья старца? Просто ему надо было брать маститых, таких мерных котов. С такими стальными позвоночниками, чтобы лег он и спокойно. Такой, знаешь, влажный. Я уже сделал свое дело. Мавра может и поспать. Так, ну что, нас не будут тут ругать? Да пора уже. Но. Потому что их стихи частные. Ну вот о чем идем, мы тут затеяли съемки. Ну все, давай я сниму. Сергей попрощается с тобой. Помоги, Господи. Он подняться может. Да, контраст необыкновенный, конечно. Ну что, помолись, Сережа, давай. Я вас сфотографирую. Поклона три сделайте. Скажи, это благословение какое-нибудь. Да пойдем. Господи, молим Тебя. Укрепи сестру нашу Анастасию. Ты послал ей эту болезнь. Слава Тебе. Детей ее укрепи веренно ставь. Мужа она веренна. Столько людей, которые отозвались на эту беду, помогают. Духом Твоим, святым, такоснул своих святниц Господа. Благи, Господи. И врачей, и врачей, и врачей, и врачей. Прослежу, заплачу, думаю, посмотрю на нее. А мне, наоборот, радоваться охота. Ну, помоги, Господи. Только у мамы пришла, когда вот это все откачивает. Мне не понравилось. Понятно. Она говорит, и поплакала, и больно. Ну, а что не больно? Я думаю, ну, а что не больно? Мне самому больно было неоднократно уж. Как больно, так там никакие медсестры не остановят. Там что-то я разговариваю. Там вы не мужчина, что же вы так себя ведете? А у меня там боли такие разрывают. Чего молишь? Помоли. Плава Господу. Я благодарю себя. Мне устану, благодаря Господу. За всех те дивные дары, которые ты дал мне. И за эти годы жизни, как ты, мне, дала. За все, Господи. Сколько же ты мне чудного дала. И этот мир, Господи, как ты прекрасен. Господи. За черных друзей. За черных братьев и сестер наших общих. За всех людей, которых ты видела. Чтобы не грешно. Даже которые не знают по любви, которые заботятся по мне. Я благодарю тебя, Господи. За все это. В Америке там где-то помогают тоже. Благодарю тебя, Господи. Прошу только. Не дай мне отпустить ризу твою. Когда будет тяжело. Сам, Господи, восьми опустившуюся мою руку. И сам довези до царства твоим преследоват. И чад моих, и мужа богатрия. И всех братьев, и сестер. И чад общих наших раз. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Аминь. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. О, Господи. Спасибо, Христос.